Здравствуйте, друзья! В Германии ожидаются очередные нововведения, которые коснутся всех нас, что нас всех ожидает и к чему надо быть готовым. В этом выпуске мы раскроем тему грядущих изменений в декабре, таких как расходы на коммунальные услуги, дорожный налог для грузовиков, цены на электроэнергию и газ, минимальная зарплата по уходу и многое другое. Все новости гарантированы коротко, компактно и по делу. Звучит интересно? Тогда поехали! Добро пожаловать на наш канал Germanication. На этом канале мы предлагаем самую актуальную и релевантную информацию об иммиграции и трудоустройстве в Германии, включая новости и нововведения. Так что не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Приглашаем вас также посетить наш веб-сайт germanication.com. Итак, а теперь все по порядку. Начнем с изменения касающихся расходов на коммунальные услуги. Большая часть из примерно 40 миллионов домохозяйств в Германии сейчас получают счет за коммунальные услуги от арендодателя в декабре, потому что этот счет должен быть составлен и передан арендатору не позднее 31 декабря 2023 года за 2022 год. Важен именно момент получения. Многие арендодатели ждут до последнего месяца, также потому что сами они ждут счетов от поставщиков. Важно заметить, что если вы получаете счет за коммунальные услуги 2022 года после указанной даты, ваш арендодатель не имеет права требовать доплаты, если только он не виновен в задержке, что ему тоже нужно доказать. Любые избыточные средства, однако, должны быть выплачены, даже если платеж задерживается. К сожалению, из-за повышения цен на энергию в 2022 году, вероятно, произойдет много доплат. Поэтому в этом году следует более внимательно проверять свои счета, например, на большие расхождения, а также на то, были ли государственные пособия переданы арендаторам-съемщикам квартиры. Дорожный налог для грузовиков. Этот пункт касается всех нас, так как с 1 декабря 2023 года дорожный налог для грузовиков будет увеличен до 83%. Основой для этого является налог в размере 200 евро за каждую выброшенную тонну CO2. Это касается прежде всего перевозчиков, но они вынуждены будут передавать значительно более высокие расходы заказчикам, компании оптовой и розничной торговли. Каждый раз, когда товары, посылки и так далее транспортируются грузовиком массой более 7,5 тонн, потребители должны быть готовы к тому, что они в конечном итоге заплатят более высокие тарифы. Все должно быть транспортировано, и чем длиннее путь, тем выше будут расходы. Точную сумму мы, потребители, увидим с декабря 2023 года, хотя в проекте соответствующего министерства говорится только о незначительном повышении цен для конечных потребителей и предполагается, что повышение на продукт стоимостью в 100 евро составит всего лишь 10 центов. Как это будет выглядеть на практике, мы увидим в декабре этого года. Наверное, не было такой финансовой темы, которая так часто беспокоила нас в прошлом году, как внезапно выросшие расходы на энергию. Для нас, потребителей, одной из введенных мер был, среди прочего, тормоз на цены на электроэнергию и газ, который должен был закончиться в конце декабря 2023 года. Однако, 17 ноября было принято решение о его продлении до 31 марта 2024 года, что, конечно, является хорошей новостью. Несмотря на это, многие поставщики энергию делают предложения даже дешевле, чем установленные цены. Но многие клиенты этого еще не заметили, и, следовательно, платят слишком много за электроэнергию и газ. Поэтому я настоятельно рекомендую каждому воспользоваться бесплатным сервисом на сравнительных порталах, таких как Verivox или Check24. Особенно в конце года это имеет смысл. Налоговая декларация за 2019 год. Этот пункт касается миллионов людей, тех, кто может добровольно подавать налоговую декларацию. У них есть 4 календарных года назад, то есть до 31 декабря 2023 года, чтобы предоставить налоговую декларацию за 2019 год. Те, кто пропустит срок, в худшем случае потеряет реальные деньги, потому что средний возврат налога на одну декларацию, согласно Федеральному статистическому управлению, теперь составляет 1095 евро. И даже если это всего 100, 200 или 300 евро, эти деньги не стоит терять. Минимальная зарплата по уходу. Прежде чем с января общий минимум оплаты труда в Германии увеличится, в декабре 2023 года минимальная зарплата для работников по уходу будет адаптирована. Тогда будут действовать следующие ставки в час. Помощники по уходу получат вместо 13 евро 90 центов в будущем 14,5 евро. Квалифицированные помощники по уходу вместо 14 евро 90 центов в будущем получат 15 евро и 25 центов. А медсестры вместо 17 евро 65 центов в будущем будут получать 18 евро и 25 центов. Для затронутых профессиональных групп это конечно повышение. Хотя с другой стороны может немного огорчить, если учесть повышение зарплаты во многих других отраслях, где оно составило 8, 9 или даже двузначные проценты. Если вы заинтересованы в бесплатном IT образовании в Германии на русском языке без наличия предыдущих знаний в этой сфере через образовательный ваучер, советуем вам пройти нашу пошаговую аннотацию по ссылке в описании под этим видео или на нашем веб-сайте geomunication.com. Ближайшие потоки по кибербезопасности и инженера тестирования Q&A состоится в декабре и январе. Страхование автомобилей. Пункт, который был уже актуален в ноябре, сохраняет свою актуальность тоже в декабре, потому что даже если обычный срок уведомления истекает 30 ноября, те, кто получил повышение страхового взноса, имеют право на специальное расторжение сроков, которое позволяет им обычно расторгнуть договор даже в декабре и перейти к другому страховщику. А те, кто хочет остаться с тем же страховщиком, должны по крайней мере запросить переход на новый тариф 2024 года. Это ничего не стоит и может сэкономить много денег. Удаление учетных записей. Корпорация Google начинает с 1 декабря 2023 года удалять учетные записи, то есть аккаунты, которые не использовались более двух лет. Вы можете предотвратить удаление, выполнив, например, отправку электронного письма или просмотр видео на YouTube-канале и так далее. Исключением также являются учетные записи, через которые были приобретены фильмы и другие продукты или загружены видео на YouTube. Так что обязательно проверьте, есть ли у вас старый неиспользуемый аккаунт и при необходимости активируйте его, по крайней мере, если вы не хотите, чтобы он был удален. Зимнее расписание поездов немецкой железной дороги вступит в силу 10 декабря 2023 года. Это приведет к изменениям в расписании, отправлении поездов, обслуживании маршрутов и увеличению количества поездов в некоторых направлениях. Например, будет увеличено количество поездов между Берлином и Мюнхеном, Гамбургом и Магдебургом или на маршрутах Берлин-Вуперталь-Кольн, Магдебург-Шверин-Росток, а также Нюнберг-Ена-Лайпциг. Причем на последнем также города Рудольфштадт и Людвигштадт будут подключены к дальнему следованию. Еще одним новшеством станут ночные поезда из Берлина в Париж и Брюссель, которые начнут курсировать в сотрудничестве с Австрийской федеральной железной дорогой с декабря 2023 года. Сначала поезда будут ходить в Бельгию и Францию три раза в неделю. Кроме того, все больше старых поездов заменяются новыми моделями или дополняются. Так, новый поезд ИЦЕ-4 скоро отправится в Австрию, а ИЦЕ-3 Нео будет чаще курсировать между Северным Райн-Вестфалией, Франкфуртом, Штутгартом и Мюнхеном. Новейшие модели австрийского производителя постепенно будут использоваться на бреннерском маршруте между Мюнхеном и Италией, заменяя старые модели ЭЦЕ. Это были некоторые изменения на декабрь 2023 года в краткой форме. Мы не смогли включить каждое изменение в это видео, поэтому напишите нам в комментариях, если мы упустили что-то важное для вас. Это поможет всему сообществу Germanication. Мы также будем рады вашему лайку в качестве поддержки нашей работы. Желаем вам всего наилучшего!